Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусное варенье из черешни. Следуя этому рецепту, вы получите мармеладные ягоды в густом сиропе. Зимой к чаю то, что нужно. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем берем лимон весом 100-120 граммов и выдавливаем из него сок. Он нам понадобится чуть позже. А пока займемся черешней. В широкую миску для варки ставим дуршлаг и удаляем из черешин косточки. 5 способов как быстро удалить косточки из ягод подручными средствами смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Вес черешин в чистом виде должен получиться 1,5 килограмма. Убираем дуршлаг с ягодами, а в выделившийся сок добавляем 1 килограмм сахара. Хорошо перемешиваем. Высыпаем сверху подготовленную черешню. Поливаем ее выжатым лимонным соком и отправляем на небольшой огонь. Аккуратно помешиваем содержимое миски снизу вверх силиконовой лопаткой. И добиваемся полного растворения всех кристаллов сахара. Прогреваем ягоды в сиропе до первых признаков закипания. Кипятить не нужно. Сразу выключаем огонь и даем массе полностью остыть часов 5. В данном случае прошла ночь. Самое время собрать пенку. Потряхиваем миску из стороны в сторону. А затем снимаем собравшуюся в центре пену сухой ложкой. Дальше отправляем черешню на плиту. Доводим ее до интенсивного кипения и варим на небольшом огне 5 минут. Потом огонь выключаем. Собираем по возможности пенку. И снова оставляем варенье остывать часов на 5. Спустя указанное время зачищаем содержимое миски от остатков пены. Опять ставим на огонь. И в этот раз варим варенье 15 минут. Время отсчитываем с момента закипания. В процессе варки снимаем пену. Через 15 минут огонь выключаем. Убираем полностью оставшуюся пенку. И даем варенью остыть примерно 2-3 часа. По истечении времени видим, что варенье застыло, стабилизировалось и начало загускать. Можно разливать по банкам. Я использую сухие стерилизованные холодные пол-литровые баночки. Как стерилизовать банки и крышки смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Наполненные доверху банки закручиваем простерилизованными сухими металлическими кладками. И отправляем на хранение в кладовку или погреб. Из указанного количества продуктов получаются 2 пол-литровые баночки густого вкуснейшего варенья. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.